Ценообразование на социально значимые продукты обсудили на заседании Акимата. Глава региона обратил внимание на очевидное завершение цен на некоторые продовольственные позиции в Жамбылском и Акаинском районах. Если в первом накручивают стоимость риса, то в другом делают то же самое с рожками, гречкой и подсолнечным маслом. На контроле сейчас также цены на мясо птицы и яйцо. На повестке дня были и другие темы. Дарья Пашмынцева продолжит. По-настоящему работой для народа система государственных услуг стала относительно недавно, пусть и пока с небольшими огрехами. Где их постарались ввести к минимуму, так это в открытых Акиматах. Суть в том, чтобы позволить населению получать государственные услуги в наиболее удобном формате. Для этого в районах области и городе Петропавловск открыто и функционирует 12 фронт-офисов сегодня. Осталось два открытых Акимата открыть, так называемых фронт-офисов. Это в Жумагжан-Жумабаевом районе и Есейском районе. До конца октября эти два открытых Акимата в двух районах будут открыты. Открытость и возможность мобилизировать общественный контроль задачи проектного офиса Казалжара Далдакалане. Там северказахстанцам регулярно напоминают, что разговоры о коррумпированных чиновниках на кухне ситуацию в регионе, да и в стране в целом никак не изменят. В отличие от реальных действий. Инструментов для них очень много. Начиная от публикации проблемных вопросов в соцсетях и заканчивая их размещением на портале народного контроля. Это не обязанность, а возможность быть услышанным, которую пока не все используют, как, впрочем, было и с оплатой банковскими карточками. В результате проведенной работы за январь-август текущего года мы увеличили количество безналичных расчетов с 16,2 на 43,8%. Сегодня совершено операцию на сумму 172 миллиарда тенге безналичными платежами. Это очень хорошо. Надо идти, и мы знаем, где еще можно поработать для того, чтобы снизить наличные платежи. На повестке дня вопрос ценообразования на продукты питания. Из-за вспышки птичьего гриппа пристальное внимание сейчас на стоимость мяса птицы и яиц. По одной позиции превышение – это мясо кур 870 тенге. Вместе с тем в продаже присутствует большое количество голени и бедра, которые стоят значительно дороже окорочков. При этом цена на мясо кур с начала года не повышалась. Кроме того, в стафонде имеется 12,7 тонн окорочков, которые сейчас реализуются по торговым сетям по 790 тенге. Проводится заключение меморандума Сату Адель Куз по отпуску яйца куриного по 280 тенге. На сегодняшний день во всех супермаркетах яйцо первой категории реализуется по цене не выше 300 тенге. Два года столько же птицефабрик окончательно закроет вопрос по потребности в курином мясе у североказахстанцев. Отметил Кумар Аксакалов и заострил внимание Акимов тех районов, где цена образования на социально значимые продукты вообще вне каких правил. В районе Габита-Мустрепова рожки дешевле на 25 тенге. А в Мамлютке и в Бакаринском районе, который находится под боком города, сегодня 200 тенге. Почему? Непонятно. Цены на рожки ниже и в районах Макжана-Жумабаева, Шалахына. Там по 180 тенге. Шамбулский район отличился дорогим рисом. Между тем, в Акаинском, как показал мониторинг специальных групп, гречка тоже продукт не из дешевых. В этом списке и подсолнечное масло. Приемлемые цены на него даже в самом дальнем районе, в Олихановском. Таких примеров можно приводить очень много, когда акиматы отдельные, они не работают по этим вопросам. Нет контроля. Акимы округов сельских тоже должны участвовать в этом процессе. Они должны постоянно мониторить, каждый день заходить в магазин, в конце концов. Смотреть, если там какой-то продукт поднялся в цене, разбираться почему. Наша задача вот здесь, внутри нашей области, чтобы цены были примерно одинаковые. А этого можно добиться только за счет грамотного взаимодействия местных исполнительных органов заключил Аким области. Дарья Пашмынцева, Новости МТРК.